Экологическое бедствие на Енисее пока остановить не получится. К такому выводу пришли городские чиновники. После многочисленных проверок с экологами им не удалось найти загрязнитель реки на улице 2-я Краснофлотская. Напомню, Енисей в районе 2-й Краснофлотской превратился в зелено-синее болото с едким химическим запахом. На место выехал лично мэр Красноярска. Специалисты сразу отрапортовали на лицо экологическое бедствие. Спустя месяц реку и берег удалось очистить, но вот в поисках виновника ЧП власти зашли в тупик. Отстойник, из которого отходы сливаются в Енисей, находится на территории завода Красмаш. Но помимо него к этому пруду подведены трубы еще трех предприятий. Бирюса, Сепсталь и Септишмаш. И сначала все подозрения падали именно на них. Однако, как выяснили коммунальщики и экологи, к пруду, который и отравляет Енисей, оказалось врезаны еще несколько посторонних труб. А это значит, пока не найдется хозяин этой врезки, в Енисей рано или поздно вновь потекут сбросы. Была у нас надежда, что это сбрасывает предприятие. Но, наверное, все-таки производственный процесс на этих предприятиях действительно соответствует предъявляемым требованиям. Мы будем взыскивать с виновника не только те средства, которые не доплачиваются Краскому, потому что все стоки на территории города принимают Краском по определенной тарифам цене. Но и за тот ущерб, который эти стоки причинили реке. Уже завтра городские власти вместе с коммунальщиками проведут спецоперацию. Работники Краскома запустят в пруд Красмаша робота с видеокамерой, который будет искать незаконные врезки. Отправлять водолаза на эти поиски чиновники не рискнули. И потом, по результатам снимков, которые сделает этот робот-коммунальщик, уже реальные специалисты на суше будут искать виновника экологического бедствия.